Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампери, Сфинляндия. Мы приехали к нашим друзьям вот на такую съемную дачу на конец недели. Но кто-то снимает неделю, кто-то снимает конец недели, кто-то снимает целый месяц. Это дача от профсоюза. Я вставлю старое видео в обзор. Ну и вот опять же финский праздник души, сауна, спокойствие. Сегодня я смотрю на эту дачу и у меня сердце радуется, потому что вот целый день тусуемся здесь, как говорится, по лесу, между сауной, между грилем и так далее. Дверь открыта, лежат сумки, радио, их кошельки и так далее. Конечно, в этом плане в Финляндии вот настолько это есть. Никто сюда не придет, ничего тебя не возьмет и так далее. Ну и так как сейчас очень тепло, конечно, все дачи сняты, люди хотят отдыхать, так как границы закрыты. И за границу ты не можешь ни уехать ни в Болгарию, ни в Грецию, никуда. Ну и вот мой хороший пример. Тут тоже сидит. Привет. Привет. Мы запишем как-нибудь видео. Люди спрашивали, как он умеет говорить по-русски. Да, ну, обыкновенные фразы умеет говорить. Конечно, ничего, как вот говорить, говорить он не умеет. Но что-то все равно сказать умеет. И я думаю, что вот такое место многим бы людям было по душе, потому что сауна, лодка, купаться, мыться, кушать, спокойствие, свежий воздух. Ну и, конечно, лес. Пожалуйста, собирай чернику, собирай ягоды, ходи по грибы. Детей можно отпускать. Все это очень здорово и спокойно. И я спросила у Паеви вот такой маленький закуток. Здесь помещается два человека спать. Этот диван раздвигается. Ну, в принципе, что здесь есть? Телевизор, диван и маленький шкаф, куда ты можешь свой гардероб повесить. Ну и Паеви сказала, все купили в Икеа, потому что дешево и сердито. Вот здесь, видите, такая. Я думаю, что многие вот эту полочку из Икеа знают. Но здесь все есть, что, как говорится, тебе нужно для отдыха. Воду кипятить, кофеварка, плитка, микроволновка, холодильник. Ну, я тут любимая. Да, и вот такой бар сделан. Тоже все куплено из Икеа. Ну, я считаю, что очень, очень приличненько. И вот, народ, про что я всегда говорю. Да, в Финляндии, конечно, Маримеку рулит. И вот хороший пример. Люди, конечно, покупают хоть эти сумки никакие не бюджетные. Но Маримеку сумка это престиж. И, конечно, люди лучше купят вот такую Маримеку сумку, чем полиэтиленовый пакет. Ну, и, конечно, когда мы смотрим вот на такую красоту. Народ, вы послушайте, как здесь тихо. Да, конечно, многие туристы хотят приехать в Финляндию, насладиться вот этой тишиной, релаксом. Никуда спешить не надо. Не слышно ни взлётов самолёта, ни каких-то машин и так далее. Конечно, вода чистая, воздух свежий, сауна, которая топится. И, я думаю, многие, когда побывают в Финляндии хоть один раз, конечно, они хотят вернуться сюда и провести отпуск вот в таком релаксе. Ну, и здесь вот эта семья, которая неделю, муж с женой и мальчишка. Мне тоже безумно нравится. Вот они сняли такую лодку и пытаются, конечно, к берегу гребсти. Я сама боюсь безумно воды. Ну, здорово, что люди тоже, городские жители, хотят вот таким насладиться. И вот про что я всегда говорю. Финны, они, конечно, молодцы. У них кофе, вино, клубника, фрукты, то есть маленький тортик. Ну, и, конечно, кахвеле. Кофе это для финнов, как нам почитать. Очень наши, ну, и, конечно, после сауна должны быть. По-фински называется вот такие юамат. Юамат, айду лайк, шапки. Ю. Айду лайк, шапки. И хотите, верьте, народ, хотите, нет. Может быть, где-то в какой-то стране люди, купя какую-то брендовую сумку или какие-то фотки в Инстаграм, что они поели, что они попели. Ну, финский праздник это вот сауна, свежий воздух. Компания. Очень жалко, что моя компания не захотела сниматься. Но ничего страшного, мы с моим тут тоже присоединились. Проводим очень хорошо день, весело. И, как говорится, в сауне все равны. То есть люди без одежды, я считаю, что вообще все равны, что какая у тебя одежда, какое у тебя положение, брендовая сумка и так далее. Вообще никакого внимания. И роли не играет. Все равны. Попал мой в камеру или нет. Мы уже тут выпили, закусили, все сидят. Посмотрите, как все здорово. То есть в Силляндии все очень просто. Да, и это здорово. Ну и может быть кто-то улыбнется и скажет, ну что там такого смешного в этом домике, в этой даче, где это озеро и так далее. Но вы, народ, не забывайте, что в этих местах отдыхают простые люди. 2800 человек в этом профсоюзе состоят. То есть они никакие не владельцы этого завода и так далее. Вот за небольшие деньги люди могут приехать на конец недели вот так вот отдохнуть, пригласить своих друзей, помыться, закусить, выпить, провести, как говорится, выходные и так далее. Это все-таки большое плюс и бонус, что вот на многих предприятиях такие дачи есть. И я считаю, что может быть, если бы она была луксус, эта дача, там были какие-то моечные машины, может быть, какие-то большие диваны и так далее, стоило это совсем других денег. Но вот и за небольшую плату все равно люди могут отдыхать и отдыхать достойно. Я считаю, пусть будет лучше так, что все равны, а не то, что люди с большим достатком могут отдыхать очень луксус, шикарно. Но и простые люди, конечно, в жизни не попадут никуда, не на дачу и даже близко к этой даче лучше пусть будет вот так. То есть финны, конечно, наслаждаются природой. Для них вот это эко, это самое красивое, что может быть. И многие не выезжают за границей, но им за границей, им даром не нужна. Вот главное, что Финляндия свое, озеро, чистая вода, птички, зелень, лес. Это самое большое наслаждение, что финны могут получить. Да, и, конечно, вот так, когда проводишь целый день на природе с друзьями, сауна, вот такие дачные домики, конечно, красота. Ну и про что я всегда говорю, что финны не ломают старого. И вот здесь хороший пример, хоть и этого докачка уже не пользуется много лет, но все равно она стоит, и люди помнят. И дети, которые не знали в жизни и не видели, что вот так вот раньше воду наливали, то они, конечно, здорово, взрослые могут рассказать, что вот такая водокачка тоже была. Подписывайтесь, не хворайтесь. С вами была Оля из Тампыра. Всем фейс-культ-привет. Всем фейс-культ-привет.